Дорогие друзья, всем большой привет! С вами канал Собирой Пуск на Дачу. У нас 20 октября сегодня, 2023 год, естественно, Подмосковье. Ну и установилась вот такая, знаете, погода чуть выше 0, 6-7 вот так днем и ночью, ну пока плюс 1, плюс 2, бывает доходит до 0. Ну в общем вот так. И достаточно сыра, было очень сыро, прошло очень много дождей. Ну и собственно говоря, как мы можем видеть береза, на ней еще есть листочки, ну опала, она уже очень сильно листья свои сбросила. И постепенно-постепенно деревья сбрасывают листья, да? То же самое сделала гортензия древовидная. И это видео я кратенько хочу посвятить опять теме обрезки гортензии. Ну потому что гортензии это самые, наверное, любимые сейчас у садоводов кустарники декоративно-цветущие. И очень много сортов гортензии. Гортензия очень пластичная культура. И все мы знаем, что от качества обрезки гортензии зависит то, как она будет свести, как она будет держать свои соцветия, какой ширины и высоты они будут. В общем, много что зависит. И конечно же осенью самая интересная тема, всегда самая обсуждаемая тема, да, во всех комментариях, под видео, в чатах и у меня в телеграм-канале. Это обрезка гортензии. И давайте кратенько я вам сейчас опять пройдусь и расскажу основные моменты по обрезке гортензии, которые надо обязательно знать. Как вы можете видеть, я стою рядом с древовидной гортензией. Она мне еще пока не обрезана. Посмотрите, кстати, какая она красавица. Вы знаете, я стараюсь как можно дольше полюбоваться на ее вот такие уже пусть засохшие коричневые соцветия, да, вот эти шапки цветов. Но мне кажется, она даже сейчас смотрится красиво и очень украшает сад. Вы знаете, практически в таком же состоянии, ну, немножечко посветлее у нас сейчас находится и метельчатый гортензий. А также, друзья, у меня еще есть, конечно же, гортензия садовая, крупнолистная, про которую сейчас очень много вопросов. Я ее сегодня раскрыла проветрить. И вот давайте сейчас про обрезку всех этих гортензий, про основные моменты, связанные с обрезкой всех этих трех видов гортензий, я вам и расскажу. И для начала пойдемте все-таки к гортензии крупнолистной. Я ее раскрыла на проветривании. Она у меня, друзья, недели две была под толстым слоем 60-го спонбонда. Ну и вот сегодня такой день сухой, я ее открыла для того, чтобы проветривать. Очень много у меня всегда по этой гортензии вопросов, поэтому давайте остановимся на ней поподробнее. Ну и начать я хотела бы с того, что, опять же, кто не знает, говорю, что у меня гортензия сорта бесконечное лето. Эта гортензия ремонтантная, она повторно цветущая. Поэтому, друзья, если вдруг у такой гортензии подмерзают верхушки побегов, как произошло у меня, даже несмотря на то, что она была у меня под спонбондом, она ни разу у меня не попала даже под нулевую температуру, но, тем не менее, чуть-чуть ее морозцем все-таки прихватило. Но, друзья, вот что бы вы знали, если у вас ремонтантный сорт крупнолистной гортензии. А на самом деле сейчас практически все гортензии крупнолистные продаются все-таки ремонтантных сортов. Сорта единожды цветущие за сезон уже, ну, слава богу, практически на рынке не продаются, потому что люди не хотят такие покупать. Они очень капризные. И вот, друзья, у ремонтантных повторно цветущих гортензий, если вдруг у вас подмерзли вот эти верхушки побегов, ничего страшного, не переживайте. Дело в том, что гортензии ремонтантные, они образуют у нас почки по всей высоте побега. Причем почки, на которых впоследствии закладываются цветочные почки. Именно цветочные почки, то есть она у вас будет свисти, если почка пойдет из любого места побега. То есть даже если вот здесь простется почка, вот, кстати, посмотрите, она уже почки заложила на будущий год. И вот нам обязательно надо сохранить, обязательно надо сохранить вот эти все побеги. Сейчас я вам расскажу, как это правильно делать. Но вот эти почки мы должны сохранить. И, вы знаете, вот у неремонтантных сортов, у единожды цветущих, такая гортензия будет свисти только на почках. Попрошу оператора подойти поближе, которые закладываются. Ну вот здесь, в самой верхушечке. Вот, видите? Это у неремонтантных сортов. И если у вас эта верхушка подмерзла, у неремонтантного сорта, то свисти такая гортензия не будет. Ремонтантные, друзья, будут, потому что у них и из этих почек, которые расположены ниже, гортензия цветет. Вот в чем разница, да? Надеюсь, донесла. Так вот, какие сейчас вопросы, очень часто задаваемые, связанные с этой гортензией? Осень такая, знаете, нестабильная. Но вообще, если вы решили посадить такую красавицу в свой сад, друзья, будьте готовьтесь за ней долго ухаживать. Долго и не так-то просто. Особенно, если ваш сад, конечно же, находится в средних широтах где-то, ну, в более северных широтах. Если вы где-то на юге, и у вас всегда положительная температура, даже зимой, конечно, беспокоиться вам не стоит. Можете смело такую гортензию высаживать и даже никак не укрывать ее на зиму. Но если вы в северных широтах, в средней полосе России, гортензии это обязательно нуждается в укрытии. Потому что ее побеги вымерзают. Зимой обязательно вымерзают. У меня вот эта гортензия, друзья, растет, наверное, лет 8, может быть, 9, не знаю. Но лет 8 точно. И первое время у меня никак не получалось ее сохранять в побеге. Она у меня полностью вымерзала. Полностью. Поэтому она нуждается в укрытии. И вот сейчас, после того, как она немножко у меня проветрится, вот я ее открыла на проветривание. Кстати, смотрите, она достаточно быстро у нас, вся влага ушла от дождей. Вот что мы будем делать, друзья. Мы просто ее будем укрывать. Эту гортензию крупнолистную мы никоим образом сейчас осенью не обрезаем. Вообще обрезка крупнолистной гортензии сводится весной, после того, как мы ее открываем после укрытия, лишь к удалению побегов, которые старше 3-4 лет. Потому что на них бывает не такое обильное цветение. И постепенно даем кусту гортензии за счет удаления вот этих старых побегов наращивать побеги новые от оснований и обновляться. Но никакой обрезки у этой гортензии на 2-3 почки сверху, снизу быть не может. Мы полностью должны оставить все эти побеги. Смотрите, сразу предвижу ваш вопрос. Она же обмерзла. Ну и ничего страшного. Для ремонтантового сорта ничего страшного. Я, конечно, вот именно все так и укрою. Сейчас я ничего обрезать не буду. А вот весной я просто удалю то, что чуть-чуть тут обмерзла. Весной, кстати, будет понятно больше. Потому что вот у этого побега я смотрю, что вот эти почки, например, не подмерзли. И поэтому я так их и оставлю. Но можно будет что-то обрезать у ремонтантового сорта по верхам, если где-то что-то подмерзнет. Но в принципе, в любом случае, побег мы должны полностью сохранить. И вот когда окончательно укрывать эту гортензию, вы меня сейчас спросите. Вот сейчас у нас, я посмотрела в эту ночь, прогнозом там плюс 1 вроде нам обещают температуру. Я, конечно, сейчас вот проветрила, опять ее спонбондом, друзья, вот так закрою. Ну, пока в один слой 60-го мне хватит. Но обещают где-то и минус 3, и минус, возможно, 5, ну, в ближайшие, скажем так, дни. Но потом, потом, потом обещают опять плюсовую температуру ночью. Поэтому, друзья, вот когда будет, например, минус 3 или минус 5, я просто принесу еще несколько слоев такого спонбонда, и все-таки закрою ее пока только спонбондом. Вот, потому что, чтобы укрыть окончательно, друзья, такую гортензию, все-таки надо понимать, что у вас температура уже должна быть, ну, достаточно такая, постоянно приближенная к нулю градусам, да, даже, скажем так, днем, да. И ночная уже должна быть стабильна, там, минус 1, минус 2, минус 3, минус 5. Стабильно. Не изредка, как у нас, то есть, то опять плюс тепло, а вот стабильно. И тогда, в этом случае, мы ее вот так раздвигаем, этот куст, на две части, пришпиливаем к земле. Кстати, эта гортензия очень, ну, достаточно несложно вот так вот гнуть с ее побеги, конечно, постепенно, не спешите сразу тут все поломать, согнуть, но гнется она легко, пришпиливается к земле, сверху туда, друзья, в центр куста я засыплю большое количество листьев. Меня часто спрашивают, а если листьев нет? Я вот только не понимаю, как может листьев не быть? Что листьев вообще нет, друзья? А что вокруг? Березы не растут, я не знаю. Деревья никакие не растут, но возьмите за труд, выйдите за загородку и соберите листья. Ну, как так, нет листьев? Вот мне просто это интересует. Или знаете, как вы еще часто спрашиваете, а что делать если листья мокрые? Ну, слушайте, вот сейчас, буквально вчера лил дождь, сегодня нет дождя, и все просохло. Но соберите вы эти листья, куда-нибудь в тележку положите и поставьте под крышу куда-то, я не знаю, в парник занесите, в теплицу. Эти листья просохнут буквально за день, за два, и засыпите. И что дальше? После этого, друзья, ставим над гортендией домик, укрываем спонбондом, это домик в несколько слоев. Ну, я укрываю в 3-4 слоя, 60-м спонбондом и сверху пленку. Знаете, друзья, наверное, будет проще вот так вот показать сейчас на схеме. У меня есть вот такая схема укрытия этой крупнолистной гортензии, да, то есть, как я и сказала, сначала мы раскладываем побеги на две стороны, пришпиливаем, пригибаем их к земле, но обычно я делаю это дугами, и дальше уже сверху закладываем сухими листьями, ставим какой-то домик, я делаю из поддонов, они крепко держатся по отношению, да, там друг к другу вот так подпирают, спонбонд, и сверху обязательно пленка. Вот очень важно эту гортензию, друзья, на зиму закрыть именно пленкой. Я даже закрывала толстым слоем линолеума, и многие думают, как же она там бедная, не сопреет ли. Вот, друзья, представляете, крупнолистная гортензия не преет под таким укрытием. Более того, например, я, когда укрываю ее на зиму, даже не удаляю с нее листья. Хотя, конечно, если вы удалите, пожалуйста, удаляйте, но я с такого большого куста листья не удаляю. И эти листья нисколько не мешают этой гортензии перезимовать. И даже если они, конечно же, подгнивают, подпуривают под таким укрытием, ничего плохого с гортензией не случается. И буквально там в первый же теплый какой-нибудь апрельский день, когда температура вдруг бывает выше плюс 10 градусов, там плюс 12, плюс 15, что я делаю? Я открываю торцы у этой гортензии на проветривание. Она проветривается. Там уже вы можете видеть, из почек у вас начнут развиваться побеги, то есть она отлично зимует. Ну и потом уже после того, как пройдут все возвратные заморозки, обычно у нас это происходит во второй половине мая, я ее открываю. То есть вот такой долгий путь с этой гортензией. И еще что важно, друзья, при закрытии этой гортензии, окончательном укрытии на зиму, вот этот домик делайте повыше, чтобы там был воздух, потому что греть будет именно воздух, создавать вот этот термос. Но пока делать еще это рано, потому что у нас, я не знаю, одну, вторую ночь вроде минус 2, минус 3 обещают, а потом опять будет плюсовая температура. Поэтому пока я продолжаю укрывать ее спонбондом. То есть несколько слоев спонбондов. Все-таки так вот делают. Если, например, вы дачник выходного дня и приезжаете только в выходные дни на дачу, ну, укрываете несколькими слоями спонбонда и все равно вот так за ней посматриваете. Под спонбондом, в принципе, оставлять можно. Этот материал дышащий, она под ним не сопреет. Ну и вот таким образом, вот сейчас мы поступаем с нашей гортензией. Друзья, если вы хотите поподробнее понять о том, как правильно укрывать эту гортензию, во-первых, на моем канале есть суперподробное видео, где я прям все показала, все рассказала. Ссылку я вам оставлю в первом закрепленном комментарии. Второе. Обязательно посмотрите это видео. У вас вообще не останется никаких вопросов. Второе. Если вы хотите иметь под рукой, ну, все мои советы, все мои рекомендации, если вдруг, ну, по каким-то причинам вам некогда посмотреть это и многие другие видео, у меня целый плейлист по обрезке гортензий, вы всегда можете воспользоваться моей вот такой инструкцией, вот которую, кстати, я сейчас в руках держу, схему из которой я вам показывала. Это, друзья, инструкция по обрезке гортензий. Древовидных, метельчатых и крупнолистных. В ней я собрала всю-всю-всю информацию именно по обрезке всех этих видов гортензий. Более того, описала именно свой опыт. Да, не откуда-то списала или взяла информацию, а только свой опыт. Полностью рисовала сама свои схемы, полностью давала свои фотографии, да, вот. Показывала, как в разное время, например, я обрезала ту или иную гортензию, что я получала. То есть только полностью мой опыт. Инструкцию такую можно приобрести на моем сайте суперотпускнадачи.ру. Там, кстати говоря, и другие. Также материалы информационные есть, можете посмотреть. Ну и, конечно же, не ленитесь, друзья, смотрите видео. Там вся информация представлена бесплатно. Причем я на нее не скуплюсь. И вот все, что здесь, все и в плейлисте по гортензии. Надо только найти время, сесть и посмотреть. Итак, с крупнолистной гортензией разобрались. Да, кстати, все равно будет вопрос. А вот если дождь не заканчивается, и она вся мокрая, как же ее укрывать? Укрывайте, друзья. В любом случае надо будет укрывать. Еще раз говорю, это та гортензия, тот вид гортензии, который не подвержен выприванию. И даже если у вас не будет возможности вот так ее открыть и просушить перед укрытием на зиму, ну, в конце концов, ничего страшного. Потому что зимой в любом случае влага, она, ну, как без влаги, гортензии это не выпривает. Вот розы, например, выпривают, если их неправильно укрыть. Вот крупнолистная гортензия не выпривает. Поэтому не бойтесь и в любом случае укрывайте ее на зиму. Чуть попозже, сейчас на ночь, я ее опять укрою. Вот по поводу древовидной гортензии, друзья, запомните. У древовидной гортензии сокодвижение начинается достаточно рано. Очень рано. И по интенсивности сокодвижения древовидная гортензия сопоставима с березой. Поэтому, если весной вы неправильно подберете срок для обрезки этой гортензии, а вы его 100% подберете почти всегда неправильно, потому что в какое время эту гортензию весной не начни обрезать, она все равно будет плакать через какое-то время. Я уже это проходила много раз. Хоть в марте обрежь, хоть в апреле, хоть в феврале, если снега мало, все равно будет плакать. Поэтому древовидную гортензию лучше всего обрезать осенью. И обрезать ее надо после листопада. Вот сейчас самое время. Листья практически все упали. Ну что тут осталось? По два листа на макушке. Все побеги полностью голые. Поэтому именно сейчас самое время, если, конечно, вы хотите, можете и попозже это делать для обрезки гортензии. Можно ли позже? Да, можно. Насколько позже? Да, насколько хотите. Хоть зимой можете лазить ее обрезать. Единственный момент, что зимой все это будет делать неудобно. Поэтому я, конечно, какое-то время еще на эту свою красавицу полюбуюсь. Но потом все-таки я ее буду обрезать. Может быть, через неделю, может быть, через две все равно за нее возьмусь. И здесь принцип обрезки какой, друзья. Запомните, что побеги у древовидной гортензии, они недолгожители. Так же, кстати, как и у крупнолистной. Там побеги тоже долго не живут. Еще раз говорю, каждый побег, которому 3-4 года, надо постепенно вырезать от основания. То же самое и у древовидной. То есть ее постепенно надо каждый год омолаживать. То есть заглядывайте внутрь такой гортензии, высматривайте здесь старые побеги. Ну, я вот говорю, который там старше 3-4 лет. Конечно, на побеге не написано, сколько ему лет, это понятно. Но, вот, например, хорошо видно, что вот этот побег у нас уже старенький. Вот видите, я как его обрезала высоко, я стараюсь делать именно высокую обрезку этой гортензии. Потому что именно вот этот побег у нас держит потом вот эти. Парочку, на которых вырастут из этих почек новые побеги, будут свистеть, и за счет этого мой куст никогда не разваливается. Я не делаю низкую обрезку, как рекомендуют там на 2-3 почки. Я так не делаю никогда. Потому что именно при обрезке этой гортензии на 2-3 почки от основания, очень часто после первого дождя, она у нас вся бывает на земле. Я люблю делать высокую обрезку. И вот такие побеги, друзья, которые уже в этом году мне послужили, я буду удалять. То есть вот этот побег я, скорее всего, удалю. Все, он мне уже послужил. Ему, ну, 2 года, скорее всего. Это побег прошлогодний, вырос он в том году. В этом году вот он мне послужил хорошую службу, держал хорошо вот эти веточки. Так что я могу его удалить. Могу еще на год оставить. Но обязательно заглядывайте внутрь и удаляйте вот все совсем старое, поломавшееся. То, отчего уже точно не будет тонку. А что, друзья, сохранять, обязательно сохраняем. Вот такие побеги. Вот, посмотрите, какая красота. В этом году свел он, конечно же, у нас не очень хорошо. Не было огромного цветка, потому что побег этот молодой. Но именно на нем в следующем году, если я его вот так вот обрежу повыше, ну, или вот здесь вырастут, побеги следующего порядка, которые и будут красиво свести именно на следующий год. Поэтому вот такие побеги обязательно сохраняем. Ну, и по высоте обрезки. Конечно же, существуют три вида обрезки. И я каждый год снимаю видео по обрезке гортензии. И очень подробное у меня видео есть, где я показывала прям, кстати, и быстрое, и подробное. Где вот я показывала, как обрезала, что получила. Как обрезала, что получила. И так три раза. Когда мы обрезаем низко эту гортензию, оставляя там три почки снизу или две всего, ну, сантиметров 15. Когда я по среднему обрезала эту гортензию, то есть наполовину, и когда я обрезала ее высоко. И вот у меня, кстати, в инструкции по обрезке гортензии, давайте все-таки покажу, потому что без этого, ну, наглядно, к сожалению, показать сложно. Да? Вот смотрите. Что я получала? Вот низкая обрезка гортензии. Вот как многие рекомендуют. Две-три почки снизу. Вот посмотрите, по колено себе обрезала, да? Хорошо видно. Вот. Что в итоге получила? Получила вот такие громадные шапки цветов. Громадные, я не знаю, с три человеческих головы. Они были просто необъемные. Но что с ними произошло после первого дождя? Они у нас все где? На земле. Это вот гортензия анабель. У нее побеги тонкие, она этим славится. Кстати, у вас у большинства гортензия анабель, поэтому пример очень показательный. На следующий год, что я сделала? Я обрезала ее повыше. Вот, пожалуйста, друзья, средняя обрезка гортензии, где я обрезала ее, ну, где-то по пояс себе. Да, вот, хорошо это видно. Где-то по пояс. Что в итоге получила? Смотрите, какая красота. Просто неописуемая. Цветочных шапок, да, цветов гораздо больше. Они у нас, конечно, не такие огромные, но смотрелось это просто замечательно. Это просто было что-то невообразимое. Ну, и третий вид обрезки, я вот, кстати, тоже его очень люблю. Это высокая обрезка. Последние два года я старалась обрезать вообще высоко. Это когда я обрезала вот практически себе по грудь, то есть убирала верхние, да, вот шапки цветов, видите, с захватом, ну, одной-двух почек. Вот, всего лишь. Естественно, удаляет основание куста все старые побеги, там, поломанные, которым больше трех-четырех лет. И что я получала? Я получала тоже вот такую красоту. Гортензия очень хорошо держится. У нее шикарные шапки цветов. Они, кстати говоря, да, не огромные, но их настолько много, что, ну, видно даже сейчас. Посмотрите, как это красиво. Даже сейчас, вот сколько уже прошло, лето прошло, прошло, да, осень прошла, посмотрите, даже сейчас она держится. То есть не где-то там на земле лежит, а посмотрите, как красиво. Это вот такая высокая обрезка. Вот, поэтому, друзья, обязательно смотрите видео на моем канале, где я все подробно рассказываю. Да, можете, конечно же, и в инструкции тоже все смотреть. Но и последнее. Гортензии, это гортензии метельчатые, которые, уверена, тоже у всех у вас есть. Давайте остановимся на них. Субтитры подогнал «Симон» Пожалуйста, красотка метельчатая гортензия. И не забываем, друзья, что все метельчатые гортензии, вообще все гортензии древовидные, метельчатые, мы обрезаем только после листопада. Если древовидная гортензия уже сбросила листья, обрезать ее можно, то вот метельчатую пока рано. Посмотрите, листики у нее пока еще желтые, они еще не упали. Это говорит о том, что процессы фотосинтеза еще все-таки продолжают идти. И гортензия наша жива, не то что жива, жива она будет даже зимой. Они же просто засыпают, они не умирают, они продолжают питаться, просто им требуется меньше питания и так далее. Но обрезать ее пока еще рано. Поэтому старайтесь, друзья, обрезать гортензии все, метельчатые, древовидные, только после того, как они полностью сбросят всю свою листву. Ну и в обрезке метельчатой гортензии, вы знаете, это тоже целое мероприятие. Здесь можно делать и низкую обрезку, на 2-3 почки, можно высокую, можно среднюю. И вы знаете, очень часто также советуют делать низкую обрезку. Вот я очень часто такое встречаю. Вот прям режьте на 2-3 почки снизу, все это будет суперцветение. Но вы знаете, я вам не советую многим так делать. Вот, например, если ваш сад находится в северных широтах, даже в средней полосе России, как у нас, несмотря на то, что гортензия метельчатая, это самый зимостойкий вид гортензии, самый зимостойкий, многие думают, что древовидные. Нет, древовидная метельчатая, даже в Сибири, даже на севере, можете смело ее высаживать. Но запомните, что если вы сделаете низкую обрезку, если вы живете где-то в северных широтах, да даже у нас, в Подмосковье, такая гортензия может у вас на следующий год не успеть зацвести, просто не успеет, и все. Вот у нас лето в этом году было, знаете, нас подвело, июнь был, ну просто ледяной, мы в куртках ходили, и гортензии мои некоторые не зацвели, потому что я их низко обрезала. Я какие-то обрезаю низко, какие-то высоко. Знаете, вот разные гортензии, они по-разному выдают нам цветение, даже если мы их обрезаем одинаково. Поэтому здесь много еще зависит от сортов. Вот, например, гортензии Lime Light очень благодарны гортензии, ее как не обрежь, она все равно будет свести. Даже если кордок обрежете, она в основном тоже зацветет. А вот, например, есть другие сорта гортензии, они цветут с трудом, они могут не успеть зацвести. Еще есть такой момент, вот, например, очень популярная гортензия у многих, это Vanilla Fries. Вот там надо оставлять при обрезке поменьше побегов, то есть получше ее прореживать, и резать ее пониже. И тогда она дает большие соцветия, которые очень красиво смотрятся. Если такую гортензию обрезать, скажем, повыше, и оставить много побегов, то ее шапки цветов будут мелкие. Я уже так пробовала, делала, и смотрится все это дико-дико некрасиво. Ну и также, друзья, что еще надо знать про обрезку метельчатых гортензий? То, что их можно обрезать и весной, потому что у них сокодвижение наступает позже, чем у древовидных гортензий, гораздо позже. И даже бывает и в начале апреля, и даже и в середине апреля эту гортензию многие обрезают. Знаете, чем здесь чревата может быть весенняя обрезка? Я тоже с этим сталкивалась. Вот, например, бывает так, что зима у нас очень снежная, а весна очень поздняя, и очень долго-долго-долго лежит снег. И у нас было такое, что в середине апреля еще снег лежал. А более того, когда вот такие случаи бывают, что в середине апреля еще снег лежит, потом бывает так, что через три дня резко все тает, и начинается тут же сокодвижение. И когда снега много, кругом сугробы, у меня, например, просто нет возможности вообще подойти к этой гортензии и качественно ее обрезать. Поэтому, друзья, я даже метельчатой гортензии обрезаю только осенью сейчас. Все режу осенью. И древовидные, и метельчатые. Потому что весной снег может вам не даст и это сделать. Сугробы, снег. Бывает, знаете, еще ветки вот так приморозится. И, в общем-то, уже ничего не сделаешь. А потом резко все растает, сокодвижение пойдет, и все. Но, кстати, можно резать и после сокодвижения. То есть можно и в мае обрезать попозже. В этом случае, только тогда, друзья, не обрезайте очень низко. Потому что, чем позже весной мы обрезаем гортензии, тем позже она зацветет. Обрезайте ее повыше. А высоту, вот этих шапок цветочек, чтобы они у вас большие, здесь можно регулировать количеством оставленных побегов. Вот, только всего. Оставьте поменьше побегов, обрежьте повыше, и у вас будут большие шапки цветов. Ну, обрезка метельчатой гортензии это очень интересное мероприятие. Это целый мир. Здесь можно по-разному формировать кусты. Вот, кстати, посмотрите, как у меня выглядит лаймлайт. Я ей не даю выходить высоко, не вывожу ее побеги на разветвление. Что такое разветвление? Я вам сейчас покажу на другом кусте моей гортензии, но все равно посмотрите, как красиво она смотрится. И вот еще сейчас предвижу такой вопрос. Многие спросят, а что если вот какие-то вот побеги, вот кажется, что они не вызрели? Друзья, это вам только так кажется. Все у вас вызрело, и все у вас будет нормально. Вот, и даже вот такие молоденькие побеги, вот этот побег, наверное, от основания идет. Да, все правильно, от основания. Вот вы тоже их берегите, и можете на них в дальнейшем формировать скелет куста. В общем, пойдемте еще к одному кусту гортензии сходим. Еще одна, моя Lime Light, которую я вам хочу показать именно для сравнения, как сейчас предыдущий куст выглядел, видели, да? И вот как сейчас выглядит вот этот куст. Посмотрите, совершенно по-другому, потому что, друзья, Lime Light, вот этот сорт высокорослый, его можно формировать небольшим деревцем, кустарничком таким красивым, оставляя каждый год побеги все нового-нового порядка, да? И выводя их все на большую-большую высоту. Друзья, побеги полуметельчатой гортензии долгожители, если вы выберете для ведения куста вот так вот, каждый раз выводя вот на такие разветвления, какие-то побеги, да, то знайте, что вот эти побеги у вас будут жить 30, 40, 50, 60 лет, а вы знаете, мне говорили, что в московском парке, да, есть, по-моему, в ботаническом саду в каком-то есть гортензия, друзья, которая 80 лет мутельчатая. То есть, представляете, вот эти побеги, единожды их выбрав и сформировав на них скелет куста, еще раз говорю, высокорослые сорта можно формировать именно так, да, в общем-то, даже и нужно, потому что все-таки высокорослые сорта трудно вести, ну, каким-то широким кустом, да, можно, конечно, опять же, вырезать постоянно что-то от середины, давая возможность расти новым побегом, гортензия будет обновляться, но можно вести таким образом. И вот здесь, друзья, вот эти побеги будут жить очень и очень долго, здесь побеги долгожителей, поэтому вы можете очень внимательно отнестись к формировке вот таких гортензий и выводить ее именно вот так вот, ведя все больше и больше, выше и выше, если вдруг вам хочется иметь на участке большой-большой гортензиевого дерева. Дорогие друзья, я буду обрезать свои гортензии немножечко попозже. Я хочу еще на них полюбоваться. Я не хочу в этом году из-за того, что, ну, вот снять видео, вот убрать всю эту красоту, вот, ну, не хочу, не знаете, знаете, вот хочу полюбоваться. На моем канале настолько много видео по обрезке гортензий, очень подробных видео, где я вот показывала, как я именно выводила вот эти все побеги, что я убирала. Я ссылку на плейлист по обрезке гортензии вам оставлю в первом закрепленном комментарии. Пожалуйста, не ленитесь, смотрите, если вы хотите иметь вот такую красоту, если вы хотите любоваться на своей гортензии долго, радоваться на них, да, начиная вот с середины лета и до самой поздней осени, посмотрите, как они красиво смотрятся. Обязательно, обязательно посмотрите, друзья, учитесь обрезать гортензии, это очень важно, это очень интересно, гортензии – очень пластичная культура, и единожды, поняв принцип обрезки различных видов гортензии, вы будете иметь на своем участке просто красоту. Вот, ну а я в этом видео с вами прощаюсь, желаю вам хорошего осеннего настроения, да, что-то, может быть, купить для своего сада, посадить, обрезать хорошо гортензии, подумать, что вы хотите получить на следующий год. Вот, садоводство – это здорово, это прибавляет нам и настроение, и позитивных эмоций, и жизненных сил. Вот, поэтому всего вам хорошего и классного, хорошего, осеннего настроения. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»